Сегодня, наверное, план такой, что я вам сначала расскажу кусочек теории. Мы, собственно, посмотрим на семантику большого шага для команд, для языка команд, таких как if, присваивание, точка запятой и так далее. Потом мы посмотрим на задачки по языку выражений, потому что у нас было раньше в коке. Ну и сразу посмотрим на задачки в коке, на то, что будет сегодня. Может, какие-то вопросы есть с прошлых занятий? Технические по коку, наверное, сейчас не очень хорошо задавать, но если есть какие-то теоретические вопросы, то хорошо задавать. Нет? Никого нет? Ну хорошо. Тогда давайте приступим. Ну, собственно, наш язык команд будет выглядеть вот так. В коке он будет чуть-чуть побольше, там еще появится шаг после инструкции read и инструкции write, которые на самом деле будут выглядеть как какое-то выражение вывести в поток и из потока прочитать некоторую переменную. Вот, но, собственно, вот их мы будем игнорировать в теории, в презентажках, вот, но позовем все ими на практике, соответственно. Вот, из того, что, собственно, да, есть и в теории, и в практике, у нас будет инструкция skip, да, которая ничего не делает. Это просто, да, инструкция, которая ничего не делает. Инструкция присваивания, да, которая вычисляет некоторые выражения и присваивает его в переменную x. У нас будет последовательная композиция команд, да, оператор точкой запятой. Ну, понятно, if и while. Теперь давайте посмотрим на семантические правила. К сожалению, в этой программе, в которой я сейчас показываю, вам я не могу взять и приблизить, вот, но давайте начнем с первого правила. Значит, правила у нас, мы уже видели, собственно, похожие вещи, да, для языка выражений. Вот тогда у нас было отношение, которое связывало состояние, некоторое выражение, да, и целое число, которому это выражение вычисляется. Здесь у нас немножко другая история. Вот, а именно мы будем брать и вычислять состояние, команду к некоторому новому состоянию, да, сигма-штрих, как будет потенциально меняться переменная. Собственно, давайте посмотрим, как это происходит для разных конструкций. Для начала, для скипа, скип, соответственно, не меняет состояние. Мы начали исполнять скип в состоянии сигма, выполнили скип, попали в состояние сигма. Теперь давайте посмотрим на следующее правило для присваивания. Значит, что здесь происходит? Мы начинаем все состояние сигма и хотим в переменную x положить значение выражения e, да. Что нам нужно сделать? У нас в предположениях появляется то, что в состоянии сигма это выражение e вычисляется к некоторому целому числу z. Тогда новое состояние, в котором мы будем находиться, это состояние сигма, в котором по переменной x мы теперь храним значение z. Если вы помните, то состояние у нас выражается в виде списка в пар, ими переменные значения, которые там хранятся. Соответственно, вот эта конструкция будет нами восприниматься, как просто в голову списка положить пару x, z. Соответственно, правило для последовательной композиции. Давайте перейдем на него. Достаточно понятно, я думаю, что здесь происходит. Мы хотим из состояния сигма вычислить s1, s2. Значит, сначала надо вычислить s1, попасть в некоторое состояние сигма штрих. Потом в этом новом состоянии выполнить вторую инструкцию, попасть в некоторое сигма 2 штриха. И так мы получаем новое состояние, в которое мы переходим по всей инструкции. Дальше у нас идут два правила для if. Почему два? Потому что у нас есть исполнение, которое вычисляет ветку then, и исполнение, которое вычисляет ветку else. Нам. Соответственно, в первом правиле, которое вычисляет ветку then, что мы говорим? Если мы начали исполнять нашу программу в состоянии сигма, и в этом состоянии выражение e условие if вычисляется к единице, значит, мы должны выполнить тело, которое относится к ветке else. Ну и, соответственно, тогда из того же состояния, в котором мы вычисляли наши условия, потому что мы считаем, что у нас выражение без сайд-эффектов. Если бы, как, например, в языке c или во многих других языках при вычислении выражения у нас могло бы поменяться состояние, тогда бы это надо было учитывать. Вот здесь у нас такого нет. Поэтому в том же самом состоянии мы вычисляем ветку then, попадаем в состояние сигма-штрих. Если выражение вычисляется к нулю, тогда мы должны вычислять ветку else, а не ветку then. Да, все то же самое. Какие-то пока вопросы есть или все понятно? Не видим, надо повторять, да, вопрос? Да, не слышно. Значит, вопрос был такой, что у нас может находиться справа от стрелки? Это может быть выражение, в смысле состояние и некоторое число, да, и как, собственно, отличать. Ну, на самом деле здесь такая как бы перегрузка вот этого оператора треугольные скобочки стрелка, да. В коке у нас это будут какие-то там, соответственно, отношения, которые просто будут разные, да, и у нас там будут разные для них нотации. Ну, здесь, на самом деле, я думаю, что из контекста более-менее понятно, да, когда мы вычислили, когда второй аргумент – это, значит, некоторая команда, да, тогда справа от стрелки обязательно должно быть состояние. Вот, если здесь выражение, так как вот здесь, тогда справа от стрелки целое число. Ну, то есть более аккуратно, конечно, было бы там использовать немножко разную нотацию, вот, но я надеюсь, что это не очень большая проблема. Еще какие-нибудь вопросы? Хорошо. Ну, тогда у нас осталось два правила для while. Давайте начнем со второго, оно попроще. Если в состоянии σ, в котором мы начинаем вычислять наше выражение while, условие цикла вычисляется к нулю, тогда мы, собственно, вообще не меняем состояние. То есть мы ничего не делаем, не исполняем while. В альтернативном случае, если в нашем состоянии σ выражение e вычисляется к единице, да, то мы должны выполнить тело цикла, да, вот, а потом в этом новом состоянии попробовать еще раз выполнить цикл, да. Вот, если мы попадаем в некоторое состояние σ2'а, значит, и весь цикл, начиная с состояния σ, вычисляется к σ2'. Хорошо. Давайте тогда дальше пойдем. У нас была эквивалентность выражений. Вот, теперь давайте введем эквивалентность команд. Собственно, как вы думаете, как должно выглядеть это определение? Что значит, что одна команда эквивалентна другой команде? Ну, да, значит, давайте я продублирую. Поступило предложение, что как-то должно связываться с одним состоянием. Хочется что-то чуть более конкретного. Состояние? Для них получается одинаковый результат. Давайте попробуем. Скажите мне, пожалуйста, просто. Вот так вот, да? Хорошо, смотрите, что такое фигурные скобки. Во-первых, мы их не определяли просто, мы их определяли вместе со стрелочкой. То, как сейчас написано, говорится, что для любого состояния пара состояния S0 должна равняться паре состояния S1. Соответственно, мы, на самом деле, конечно, задали некоторые отношения эквивалентности, но это просто, соответственно, диагональные отношения на состояниях. Давайте попробуем. Какой должен быть следующий символ, как вы думаете? Хорошо, сигма-штрих. Смотрите, у нас появился сигма-штрих, она у нас, нет квантера, под которым она находится. Что надо сделать? А где? Она будет вот так вот? Давайте попробуем. Под каким квантером? Хорошо. Хорошо. Вот так-то, да? А не тогда и только тогда? Я не знаю. Ну, раз это отношение к квалификации какой-то, то, видимо, тогда и только тогда. Хорошо, давайте попробуем. Ну, и нужно существование на квантер-всеобщности заменить. А почему? Ну, потому что это будет, по-моему, верно по каким-то тривиалям. Ну, это почти все будет верно. Там, конечно, надо либо вернуть все-таки и, потому что у нас, там, конечно, должно быть и, либо здесь квантер-всеобщность. Да. У нас это просто совпадает, пока у нас они все к одному состоянию всегда редуцируются. Либо вернуть сюда и, либо поставить квантер-всеобщность. Значит, из аудитории поступил вопрос, могут ли они вычисляться к разным состояниям. Они – это кто? Является ли наша семантика детерминированной? Такой вопрос, да? То есть, может ли, начиная с одного и того же состояния, исполнение одной и той же инструкции, приводить к разным состояниям? Ну, мы это будем доказывать. Ну, в целом, давайте сейчас знать, что нет, не может, что у нас все время получается переход в одно и то же состояние, если он случается. Хорошо. Давайте тогда такой вопрос. Есть ли люди, которые считают, что то определение, которое написано, оно неправильное? Да, то есть, у нас поступило предположение, что можно поменять на альтернативный вариант, который, как утверждается, тот же самый, если поменять квантер существования на всеобщности и вместо эквивалентности поставить их. Но давайте пока вот это определение. Всем ли оно нравится? Вот, кажется, можно найти, когда и слева, и справа ложь стоит и будет эквивалентно. Это, кажется, верно почти для всех возможных команд. Да, к сожалению, у нас дискуссия, которая происходит в аудитории, не слышна тем, кто, значит, там. Но, соответственно, давайте тогда сначала послушаем то, что говорят люди удаленно. Значит, появилось предположение, что должно выполняться тривиально, да? Я правильно понял? Да. Почему? Ну, есть какой-нибудь пример. Давайте попробуем. Можно взять сигма-штрих, какую-нибудь поставить там переменную, которой никогда не было, и, соответственно, оба к этому сигма-штрих не редуцируются, значит, это выполняется. Хорошо, ну, давайте тогда какой-нибудь пример, да? Ну, какие-нибудь команды, да, которые не должны быть эквивалентны. Например, skip, наверное, не должен быть эквивалентен в x присвоить 5, правда? Вот, соответственно, давайте посмотрим, можем ли мы придумать такое сигма, для которого получится найти сигма-штрих. Нет, сейчас. Да, значит, нам надо показать, что они эквивалентны. Соответственно, мы берем произвольное сигма, да, и должны показать, что для произвольного сигма существует такой сигма-штрих, что сможем ли мы вот для skip'а x присвоить 5 и сигмы найти такое сигма-штрих? Как его построить? Ну, допустим, там y равно 3. То есть сигма-штрих y равно 3. Сигма-штрих y равно 3. Ну, сейчас у нас это были пары, да, давайте я аккуратнее запишу. Хорошо, то есть для любого сигма, да? Это почти для всех, для конкретной сигмы y равно 3, наверное, придется отдельно описать что-либо другое. А, ну, можно сделать x равно 3 сигма-штрих. А, да, x равно 3, наверное, совсем везде будет работать. А, нет, так, ладно, нет, все равно может быть проблема. Нет, может быть проблема, потому что skip может не управлять. Ну, да, то есть нужно два варианта, когда у нас совпало с начальным сигма-штрихом, надо какое-нибудь другое поставить. Просто свежую переменную какую-нибудь взять, типа, которая никогда раньше не встречалась. Ну, вот y, например, вроде свежая, да? Да. Не, ну, просто в сигма обычного она уже могла быть. А, окей, хорошо. То есть мы хотим... Ну, нам нужно для всех сигм, то есть у нас всегда найдется такая, которая совпадает с тем, что мы взяли. И для конкретного этого случая нужно взять что-то другое. Да, мы убираем после того, как нам дали уже сигму. Ну, да. Хорошо, так результат-то какой? Значит, что мы делаем? Давайте доказательства фиксируем. Сигма. Какой это? Какой следующий шаг? Какой сигма-штрих мы строим? Добавляем новую переменную, которой у нас нету в сигме. Соответственно, берем, ну, давайте z. Такая, что она не принадлежит сигме. Ну, понятно, не принадлежит. Я имею в виду, что в сигме нету пары, которая связывает z с чем-нибудь. Хорошо. Дальше. Тогда сигма-штрих это что такое? Присводится z единица. Ну, взять сигму и присвоить z единица. Вот так вот. Хорошо. Тогда skip. Тогда вот это утверждение для skip будет ложь. Да? И вот это утверждение тоже будет ложь для x присвоить 5. Хорошо. Действительно. У нас получилось доказательство, что наше определение несостоятельное. Надо его переделать. Вот. В чем в нем проблема в этом определении? Нам нужно обязательно поймать то, к чему они все-таки редуцируются. У аудитории было сказано, что пока у нас она слишком слабая, потому что… Еще раз, как? Потому что существует, да? Хорошо. Ну, так давайте. У кого есть какие идеи, как это можно поправить? Поставить контр-всеобщесть у штриха. А при этом тогда и только тогда надо на что-нибудь поменять? Нет. Не надо. Не надо. Хорошо. Давайте возьмем и проверим, что… То условие, которое мы теперь написали, хотя бы не выполняется для пары скип и x присвоить 5. Вот. Правда ли это? Сложно. Возьмем мы sigma-sigma. Первое верно, второе нет. Значит, не совпален, значит, не выполняется. Сейчас. А непонятно, почему вы считаете, что можно взять какие-то sigma-sigma? Ну, нам же нужно, чтобы для всех выполнялись. Берем любое sigma. Не, мы не можем… Нет, нет. Вы можете взять любое sigma, только в том ситуации, если там существует. Вот. А так вам дают, вы не выбираете, какое sigma вам поступает. Нет, нам же нужно вожды показать. А, ну хорошо. Да, да, окей. Правда. Хорошо. То есть, вы берете какой-то sigma, да? Да. И sigma-штрих, разная sigma. Окей. Ну, давайте sigma-sigma я напишу. Хорошо. Если в этой… Вы можете произвольно-сигму взять? Любая конкретная sigma подойдет. Ну, только x не должен быть равен 5c. А вот такая sigma подойдет? Не подойдет? Хорошо. Подойдет, да. Почти любая. Хорошо, значит, какая нам почти любая sigma нужна? Пустая. Не пустая. Ну, хорошо. Пустая, например. Вот. Ну, или на самом деле, да, там, любая, в которой x не равен 5c. Хорошо. А как определяется эквивалентность? Значит, появился вопрос, как определяется эквивалентность контекстов, да? Ну, соответственно, мы здесь, опять же, вольны ее задать, как хотим, да? Вот. Но, наверное, логично было бы задать, что для любой переменной они возвращают одно и то же значение. Первое. Да, 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 да. То есть, например, кстати, вот на фоне вопроса об эквивалентности состояний, вот такой вопрос. Ну, или так, давайте так, кто-нибудь видит теперь проблему, когда поднялся вопрос об эквивалентности состояния. Значит, в аудитории говорится, что сейчас мы подразумеваем, что σ' должны быть равны, а нужно, чтобы они были эквивалентны. Как это поправить? Мне кажется, здесь надо просмотреть, что у нас это σ, это класс эквивалентности, потому что, значит, у нас, в принципе, стрелка плохо работает. Ну, хорошо, как нам это переопределить? Ну, то есть у нас σ' это просто не списки, а квас эквивалентности списков. Видимо, для любого σ' еще одного, такие страны не звали. Значит, да, у нас… Сейчас он… Да, нам, видимо, нужно как-то микрофон завести в аудитории. Хорошо, значит, в аудитории появилось предложение без введения классов эквивалентности, да, собственно, что я бы хотел попробовать сделать, соответственно, записать это как-то вот с помощью квантеров, да, того, что у нас есть. Значит, скажите, пожалуйста, в итоге, какое у вас предложение? Как это должно выглядеть? Два штриха? Ага. То есть, это посылка и вот должно… Наоборот. Ну, давайте его введем, да, не страшно. Да, как-то вот так вот. Все ли согласны, что… Сейчас, подожди, давайте пока без новых предположений, либо… ну, то есть, давайте разберемся, работает ли вот эта штука. Вот так вот. Кажется, да. На самом деле здесь все-таки проблемы. у нас стрелка к конкретному состоянию, это… Значит, у аудитории появилась фраза о том, что мы хотим как-то по-другому. Что-то, 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 автор что-то другое хотел сказать. Да, я имею в виду, что сигма и сигма-блажника, я бы, короче… Непонятно. Короче, нам нужно, чтобы перед действием не оставлять эти предположения, которые были у вас вводят, и после этого вы можете рассказать. А зачем? Потому что они будут… Ну, хорошо, есть ли какой-нибудь пример, который… Да, значит, мне опять придется как-то… Значит, сейчас автор предложения… Извините, как вас зовут? Никита. Никита говорит, что, видимо, нам нужно примерно то же самое, что мы сделали с финальными состояниями, сделать для начальных состояний. Да? Собственно, я как-то… у меня к вам такой вопрос. Есть ли… можете ли вы привести пример, когда это важно? Ну, то есть, да, то есть мы сейчас что хотим? Мы хотим вот примерно, как у нас со скипом, x присвоить 5, да, с одной стороны. Вот, и на самом деле вы как бы уже успели поправить немножко… Ну, в смысле, вы уже поправили, да, определение на эквивалентность финальных состояний, но если бы вы это не сделали, я бы вам задал вопрос вот про следующий пример. Должно ли быть эквивалентно x присвоить 5, и x присвоить 5, за который идет x присвоить 5, да? То есть вы, на самом деле, вот эту проблему уже победили. Есть ли еще какие-нибудь программы, которые сейчас по определению эквивалентны или, наоборот, неэквивалентны? Хотя мы бы ожидали… Сейчас, кажется, проблема будет даже с x присвоить 5 эквивалентной x присвоить 5 с тем определением, которое сейчас… Почему? То есть вы скажете, что по этому определению они неэквивалентны? Да. Возьмем σ' как x… x равно 5, y равно 3, а σ' как y равно 3, x равно 5. А σ'2? Вот σ'2 – это то же самое, что σ', только в другом порядке. И, соответственно, наверное, тогда σ – это просто y равно 3. Сейчас, еще раз извините, давайте я все-таки запишу тогда. Значит, σ у нас чему равняется? x5, y3. y3. Значит, σ'… x5, y3. x5, y3. Да? А σ2' – это то же самое, просто в другом порядке, да? Да. Есть ли проблема? Все ли видят? Если проблема есть. Типа, что мы вначале сюда вставляем, получается, в этом проблема или что? Ну, пока… Даже неважно, просто если у стрелки только одно возможное значение, то это нарушается здесь. Одно возможное значение в том смысле, что в каком порядке там мы вставляем. Да. Хорошо. А как победить эту проблему? Сейчас, значит, в аудитории появилось предложение еще раз, можете повторить? Тихо было, слишком. Ну, конечно. Мы хотим поменять вот здесь вот на n, да? И из этого тогда что следует? Сигма-штрих, эквивалентная сигма-2 штриха. Вот. Всем ли нравится такое определение? В прошлый раз была проблема, что вот для вот такого набора состояний, который внизу, х присвоить 5 не был эквивалентен, х присвоить 5. Как все согласны с таким определением? Хорошо. Тогда у меня к вам будет еще один вопрос. Давайте где-нибудь его здесь напишу. Смотрите. Пускай у нас есть skip, да? И пускай у нас есть while1, do, skip. Как вы считаете, должны ли быть эквивалентны эти две конструкции? В аудитории говорят, что одна из них зависает. Наверное, не skip. Эквивалентны ли они по нашему определению? Да. Почему? Почему не к вам? Потому что слева от импликации всегда 0 стоит. Да, хорошо. Как это поправить? Ну, потребует, чтобы хотя бы одна вот сигма, которая стоит справа от стрелочки, существовала. В принципе, вот пока у нас, кажется, стрелочка все-таки однозначная, можно добавить квантры существования все-таки к сигмам штрихам обоим. И этого будет достаточно. Если бы у нас была многозначная стрелочка, было бы веселее. То есть мы хотим сказать вот так вот, да? Что существует. Хорошо. Всем ли нравится такое определение? Да, ампликацию надо убрать. И там тоже конъюнкцию, наверное, сделать. Вот так вот? Да, значит, сейчас в аудитории говорится, что в таком определении у нас не будет эквивалентности двух вайлов, которые не завершаются. Да и хорошо, наверное. Типа, а зачем требовать, чтобы все зависающие программы были эквивалентны? Ну, давайте подумаем. Ну, рефлексивность-то хочется. Ну, во-первых, да, хочется, чтобы отношение было рефлексивным. Это правда. Вот, с другой стороны, наверное, вы, наверное, все так или иначе трогали C или C++. Вот, но я надеюсь. И, наверное, вы в контексте изучения C++, а может, и практики C++, сталкивались с таким понятием, как undefined behavior. Кто знает, в чем его особенность? Ну, что это такое? Давайте так. Кто-нибудь C++. Что при разном запуске, разные значения могут получаться. Нет, это недетерминированность, это неинтересно. Что такое undefined behavior? Неопределенное поведение. Сейчас. Неопределенное поведение. Это вы перевели. Значит, а что это означает на практике? Ну, то есть, как бы, если ваши программы в соответствии с стандартами есть undefined behavior, как она может исполняться? В аудитории сказали, как угодно может исполняться. Ну, да, значит, в аудитории говорят, что программа ведет себя как угодно, начиная с того места, где undefined behavior. Значит, мне не нравятся комментарии по поводу, начиная с некоторого места, потому что в семантике место очень сложно задавать. Значит, появилось утверждение, что это не является программой на C++. Ну, в каком смысле не является программа на C++? Если мы говорим, что программы на языке C++ – это программы, которые написаны в некотором синтаксисе, и которые могут обрабатываться, соответственно, компилятором, то, пожалуйста, там может быть undefined behavior. Вот, иначе тогда на самом деле очень многие свойства программ вы не можете взять и статически проверить. Тогда, если мы говорим, что программа на C++ – это только программа без undefined behavior, тогда для очень большого класса программ мы не можем проверить, является ли программа на C++ или нет. Потому что будет там undefined behavior или нет, это невозможно вычислить. Ну, на самом деле, ладно, это мы уже совсем ушли в дебри. Я хотел сказать о том, что undefined behavior – это такая штука, которая, если есть в вашей программе, означает, что компилятор может сделать с вашей программой все, что угодно. Естественно, она поэтому может иметь произвольное поведение. Соответственно, если у вас есть программа, которая не завершается, то по-хорошему компилятор может взять и поменять ее на эквивалентную незавершающуюся программу. Соответственно, в принципе, определение эквивалентности программ может быть нам полезно для того, чтобы делать какие-то трансформации на программах. Например, не меняя семантику, ускорять исполнение. Поэтому отношение эквивалентности хорошо бы сделать какое-то разумное. Ну, в общем, ладно, мы как-то уже засиделись на этом определении. Давайте его немножко упростим и забудем про эквивалентное состояние. Вот, и вернем его вот в такой вид. Вот, на этом установимся. А у нас, по-моему, в коке, соответственно, оно будет задано таким образом, насколько я помню. Ну, соответственно, тем, кому интересно, задачка на подумать, написать определение эквивалентности, которое удовлетворяет всем хотелкам. Всем хотелкам, которые были сегодня озвучены. Ну, или которые вы можете еще предложить. Соответственно. Хорошо. Значит, согласны. Вот, значит, еще раз у нас определение. Так, вот такое будем держать. Вот, ну, на самом деле, можно его как-нибудь подправить так, чтобы какие-то там совсем очевидные вещи у нас не проходили. В смысле, наоборот, проходили. То есть у нас сейчас проблема в том, что нам надо точно попасть в точно такое же состояние. Хотя, например, мы можем просто сказать вот эту вот стрелочку, которая у нас есть, немножко переопределить, давайте, я не знаю, я его так вот скажу, стрелочку в кружочке. Да, и тогда мы скажем, что, значит, по определению сигма S связана вот этой стрелочкой в кружочке с некоторым сигма штрих, тогда и только тогда, когда существует сигма два штриха, эквивалентная сигма штриха, такое, что сигма S вычисляется к сигме два штриха. Вот, ну, например, вот так вот можно задать, это там часть наших проблем решит. Хорошо. Давайте посмотрим на, значит, упражнение 1. Вот у нас есть while-e, do-s. Вот, и, соответственно, спрашивается, эквивалентна ли эта штука к развернутому if-у, в котором мы, соответственно, в ветке else делаем skip, вот, а в ветке then сначала делаем s, а потом делаем цикл while. Корректна ли эта трансформация? Меняет ли она одну программу на эквивалентную ей? Или нет? И как-то доказать, если это правда. Или опровергнуть, если неправда. Дистракт-e, а чем он нам поможет? Сейчас, значит, в аудиторию поступило предложение сделать дистракт-e, и в случае, если оно true, сделать одно, в случае, если оно false, сделать другое. e – это не единица и нолик же, это же выражение, которое в разных контекстах к разному вычисляется. То есть, если мы сделаем дистракт-e, мы просто рассмотрим варианты, когда оно переменное, когда оно значение, или когда оно бинарная операция. И что нам это даст? Мы хотим доказать, что оно для любого e-калята 10, а как мы это будем делать? Поступает приложение для e – перебрать варианты, к которым оно может быть вычислено. Сколько вариантов у нас вычисления выражения к чему-то? А? Почему? А 5 плюс 5 к чему у нас будет вычисляться? Как у нас вычислялся? Ой, сейчас, давайте посмотрим. Значит, в аудитории появился вопрос, как у нас вычислялся if, если выражение вычислилось не к нулю. Чего здесь написано? Значит, в аудитории заметили, что никак. Значит, в аудитории говорят, что есть три варианта – 0, 1 и 0. и никак. Значит, в аудитории спрашивают, неэквивалентно ли что-то in-defin behavior. Смотрите, in-defin behavior у нас был в плюсах, здесь у нас его нет. В аудитории поступил вопрос, что мы делаем, если выражение e вычисляется не к единице. Ну, соответственно, еще раз, смотрите. Значит, в аудитории сказано, что у нас есть правило, которое у нас есть для преобразования. Поэтому ничего не делаем. Смотрите, значит, истина где-то посередине вот этого всего. Значит, еще раз, что такое семантические правила? Это просто способ задать отношения тройки, которые связывают состояние программы и еще какое-то состояние. Вот, соответственно, для случая, когда у нас, например, написано if 3, then skip, else skip. Вот, для любого состояния начального, да, мы не сможем просто подобрать такое состояние sigma-штрих, что к нему мы вычисляемся. Потому что просто у нас нет правила, которое позволяет породить такую тройку. Вот, соответственно, как бы, да, вы мыслите сейчас операционно, в том смысле, что вот вы говорите, вот у нас есть некоторое состояние, у нас есть программа, мы должны уметь как-то сделать шаг, да, куда-то сходить дальше, что-то сделать. Вот здесь это не совсем так, да, то есть мы как бы задаем, конечно, семантику, которая исполняет вот некоторые шаги, да, поэтому она, как называется, императивная, да, наша семантика. Вот, однако она, как бы, не обязана всегда иметь возможность сделать шаг. Вот, ну, соответственно, вот для таких вот if, например, не делает. Хорошо, давайте вернемся вот к нашему x1. Как нам делать такие доказательства? Ну, зафиксируем какую-нибудь сигму. Фиксируем сигму. Наверное, сигма штрих, да? Ну, наверное, да. Наверное, фиксируем сигма штрих тоже. Ага. Дальше смотрим, наверное, к чему вычисляется e. А откуда у нас вообще информация о том, что e к чему-то вычисляется? Угу. Ну, то есть, наверное, смотрим, вычисляется ли к чему-то e. Сейчас. Извините, я на сегодня. Спасибо. Спасибо. Извините. Меня слышно тем, кто удаленно слушает? Да. Да? Да, извините. Да, появилось ли какое-то понимание, что дальше делать? Ну, то есть, смотрим, вычисляется ли к чему-то e. А как мы это будем смотреть? Типа там существует дерево, либо не существует дерево вычислений, ну, состоящее из правил. Смотрите, существует, не существует, это рассуждение классической логики, которая, например, в коке нам просто так недоступна. Нет, просто если не существует, то там не найдется правила, которые... Ну, то есть, пытаемся вычислить e, оно либо получится, либо нет. e в состоянии сигмы. Я не понимаю, как вы собираетесь все вычислять еще раз. У нас есть некоторое отношение, да, которое связывает. Вот мы не можем его вычислить. А вопрос такой, а while мы можем как-то раскрыть по определению? Ну, смотрите, вот у нас есть while. While – это синтаксическая конструкция. Для while у нас есть вот такая вот семантика. Вот, больше у нас ничего нет для while. Может, реврайты сделать, парочку? Чего сделать рерайты? Не, ну, слушайте, вы как-то уже просто слишком полюбили кок. Значит, в аудитории появилось замечание, что у нас определение их вероятности такое, что и существование одного вывода следует существование другого. Да, говорится, что, соответственно, это позволяет нам доказывать в обе стороны, используя, видимо, какое-то предположение, да? Ну, да, да. То есть, да, предполагаем, что while у нас там вычислился, допустим. Да, 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 значит, спасибо. Вот вы, собственно, все правильно сказали. Давайте я просто скажу сам, чтобы на две аудитории. В общем, на самом деле, да, у нас есть, значит, предположим, значит, что нам нужно показать? Мы хотим показать эквивалентность, да? Вот, соответственно, нам нужно показать, что из того, что у нас следует это, в смысле, существует вот такой вывод, у нас существует такой вывод, да? И наоборот, если у нас существует этот вывод, у нас есть вот такой вывод. Вот, ну, соответственно, мы начинаем с того, что фиксируем какой-то вывод, да? Ну, например, для while. Вот, дальше смотрим правила для while. В правиле для while у нас есть два шага, да? Либо такой, в смысле, вот такой шаг с таким предположением, либо вот такой шаг с таким предположением, да? Значит, я у нас осуществляется к единице или к нулю. Если мы идем с другой стороны, да, то у нас, когда у нас есть семантика для if, да, у нас аналогично. Либо есть, что е вычисляется к нулю, либо есть, что е вычисляется к единице. Вот, теперь давайте… Ну, дальше, на самом деле, шаги достаточно простые. Тут даже никакой индукции не понадобится. Все понятно и просто. Ну, вы, соответственно, в коке это провернете. Там такое задание есть. Теперь такой вопрос. А что делать, если вот в этой ситуации у нас е равняется трём? В каком месте… в смысле, почему наше доказательство не ломается? Потому что мы проложили, что вот эта вот левая часть, ну, существует, когда мы импликацию доказываем. Да, то есть у нас обязан существовать, значит, вывод либо для while3 do as, да, в одном случае, либо в обратном случае if3 then else другое, да, соответственно, это неправда. У нас так не может получиться, соответственно, мы из этого получим противоречие. Хорошо. Сейчас уже, наверное, проделывать не будем, но помните, мы с вами обсуждали такую функцию cfold, да, свертку constant. Вот мы её делали для выражений на основании определения эквивалентности выражений, да, соответственно, как мы могли бы её использовать для уже, значит, эквивалентности команд, да, мы могли бы взять, пройтись по нашей команде, да, и в ней поменять выражения, которые могут быть свёрнуты, да, на, собственно, свёрнуты выражения, и потом мы могли бы показать эквивалентность, да. Я надеюсь, что это понятно, как делать. Хорошо. Да, теперь, собственно, вот вопрос, мы уже говорили, что семантика детерминирована, да, что для любого состояния… Можно, пожалуйста, ещё раз проси fold, я не понял, если честно. Хорошо. Смотрите, давайте тогда чуть-чуть подробнее скажу. Смотрите, у нас есть вот такая вот инструкция, например, x плюс 2 плюс 3, да, вот, мы уже обсуждали, что вот эту штуку мы можем показать, что она эквивалентна числу 6, да, где эквивалентность, она задана для, собственно, выражений. Соответственно, мы бы хотели научиться программу преобразовать вот в такой вид и показывать, что после этого преобразования мы получаем эквивалентную программу. Вот, но вот это вот будет получаться рекурсивным вызовом c-foldа на всех выражениях, которые есть в команде. Понятно? Да. Вот, ну, соответственно, это вот такая, как бы, одна из простейших оптимизаций программ, которые могут делаться, да, и которые делаются в компиляторах. Вот, и, естественно, вы можете показать, что она корректная, эта оптимизация. Хорошо. Да, давайте теперь дальше поговорим еще раз про детерминированность. Как показать, что вот эта семантика детерминирована? То есть, что для любого состояния и для любой команды она будет, если вычисляется, то вычисляется к одному состоянию. Как это сделать? И правда ли это? Вот, есть, мы уже предполагали, что это правда? По индукции. Да, да, давайте, давайте для начала сформулируем. Да, вот появился комментарий в аудитории, значит, строго ли к одному. Ну, собственно, детерминированность, да, это строго к одному. Ну, в смысле, строго в том смысле, либо ни к чему, либо к одному. Вот, соответственно, как это будет выглядеть, значит, наше утверждение. Что для любого сигма-с. Ну, дальше давайте, да, попробуйте вы сказать, что должно быть. Для любого сигма-штрих, сигма-штрих-штрих. Ага. То, что сигма-с приходит к сигма-штрих или сигма-штрих-штрих, и сигма-штрих-штрих-штрих, значит, что они равны. Из этого следует, что сигма-штрих равняется сигма-штриха. Ну, да. Собственно, как это доказывать, как это доказывать для той семантики, которая у нас есть? Ну, давайте будем считать равны в точности. Вот, потому что, ну, на самом деле здесь будет верно, понятно, что как-то эквивалентно, не равны, а приходим в эквивалентное состояние. Это более слабое утверждение, но для этой семантики мы можем доказать более сильное утверждение вот это. Вот, как его доказать? Там был комментарий по индукции, вот это правильный ответ почти на все вопросы в этом курсе. Типа, предположить, что у нас по ссылке, или как сказать, ну, то, что над чертой, там единственное, ну, то, что там уже детерминировано, предположить. И доказать, что, ну, для вывода тоже будет детерминировано. Все, давайте так, для начала просто попробуем сказать индукцию, почему мы это будем делать. По S-ки. По S, да? Ну, вот, на самом деле, по S не получится. Вот, знаете почему? Потому что у вас есть правило, в которое S не меняется. Какое? While. Вот, while, да. Вот здесь вот у нас индукционный переход не получится делать, когда у нас такое правило. Да, вот, значит, в аудиторию начали говорить по дереву, какому дереву? Да, делать по дереву вывода стрелки. Ну, это, соответственно, это правда. Вот. Хорошо, ну, соответственно, сделайте это в коке. Вот. Да, ну, теперь такой, значит, у вас тоже будет задачка. Вот, она, наверное, будет самой длинной задачкой этого курса. Вот. А задачка следующая. Вот смотрите, вот есть алгоритм Эвклида. Я надеюсь, все его здесь видят в этом цикле. Вот все ли знают, что такое алгоритм Эвклида? Кому-нибудь надо пояснить? Хорошо, давайте так. Поскольку у нас тут появились сомнения, скажите, пожалуйста, что делает этот код. Значит, в аудитории говорят, что это алгоритм, который находит наибольший общий делитель. Вот. Хорошо. Соответственно, вопрос, правда ли, что для любого, ну, не так, правда ли, что этот алгоритм сходится? То есть завершается. И, соответственно, да, следующий вопрос, почему он сходится? Вот. Ну, и на самом деле, ну, нам нужно будет доказательство, да, этого. Вот. И, да, это будет, в общем, сейчас давайте попробуйте подумать. Понятно, почему он сойдется. Если одно число равно нулю. Хорошо, давайте посмотрим, если m равно нулю, да, например. m не равно нулю. Давайте, m равняется 5. Почему оно сойдется? Кажется, оно здесь не сойдется. Там, ну, условия сюда будет верно. По мне так. Ну, то есть он разойдется, он не сойдется. Да. Хорошо. То есть мы нашли, значит, входные аргументы, да, для этого алгоритма, которые показывают, что он не сойдется на них. Хорошо. А есть ли какой-то разумный класс аргументов, на которых он точно сойдется? Оба числа не равны нулю, точно. Он положительный. Ну, даже вроде отрицательный пойдет. Ну, на самом деле, давайте ограничимся положительными, действительно. Вот отрицательный мы лезть не будем до простоты. Будем считать, что m и n больше нуля. Хорошо. Теперь давайте поймем, почему этот алгоритм сойдется. Мне кажется, это какая-то странная реализация, потому что на m равно n, кажется, тоже… А, нет, все нормально. Все нормально. Значит, в аудитории что-то говорят, что у нас на каждом шаге уменьшается m или n, да? А вдруг нулем станет? Смотрите, значит, вопрос. А вдруг нулем станет? Хорошо. Может ли оно стать нулем, если m и n больше нуля? Нет, потому что для этого нужно, чтобы они были равны. Если они равны, мы закончили. Да, хорошо. То есть этот вопрос мы решили. Вот. Теперь дальше. У нас уменьшается либо n, либо n. Ну, это какое-то такое слабое утверждение, на самом деле. Значит, в аудитории вопрос не факт, что они… Непонятно. Значит, в аудитории говорится, что непонятно из-за этого, что они когда-то станут равны. Ну, в целом, да, хорошо. Значит, какие у нас есть варианты. Ну, то есть на самом деле, что нам нужно? Нам нужно найти некоторую метрику, которая уменьшается. Да, конечно, сумма всегда уменьшается. Правда. Сумма на каждом шаге должна уменьшаться. Естественно, как это доказать? Ну, давайте просто формально докажем, что у нас на каждом шаге сумма уменьшается. Ну, посмотреть на присвоение, видимо. Ну, то есть у нас предположение, что m и n больше нуля, да. Мы показываем, что это у нас предположение сохраняется на каждом шаге, да. И, соответственно, дальше делаем индукцию, да, по исполнению этой программы. Или нет, или не делаем индукцию. Нет, мы не делаем, наоборот, надо будет построить исполнение, да. То есть что нам нужно будет сделать на самом деле? Нам нужно показать, что мы фиксируем какое-то m и n, да, и существует исполнение алгоритма эвклида, да, который завершается. Ну, то есть, на самом деле, в наших терминах у нас непонятно, мы пока не то чтобы умеем выражать незавершающееся исполнение, да. Вот, можем, наоборот, можем выражать завершающееся. То есть мы хотим показать, что у нас есть исполнение, которое завершается. Вот как мы это будем делать? Вот, ну, нам, на самом деле, как бы, по правилу для вайла, который у нас вот тут есть, да, нам, соответственно, нужно либо сразу завершиться, да, либо сделать шаг и потенциально еще один шаг, ну, и, в общем, какое-то количество шагов, да, и потом, соответственно, завершиться вот этим правилом. Вот, ну, соответственно, мы просто строим индукцию, да, которая показывает, что после каждого шага у нас уменьшается сумма, да, вот, и, соответственно, дальше она либо доходит до некоторого критического состояния, да, вот, либо, ну, в смысле, когда она доходит, мы завершаемся. Что? На самом деле, если числа стали равны… Сейчас, извините, еще раз вопрос. Как сумма нам позволяет понять, что числа стали равны? На самом деле, не позволяет, просто как-то каждый раз мы проверяем, если они равны, то все, мы закончили работу, да, иначе мы уменьшаем сумму, и, в общем, в какой-то момент мы доходим до состояния, когда уже дальше уменьшаться некуда, и поэтому они должны быть равны, да. Ну, то есть, например, когда мы доходим до состояния, когда один из них единица, да, то его мы точно уже не уменьшаем, потому что мы доказали, что мы никогда не уходим в ноль, да, и в отрицательное. А, вот, соответственно, как бы, если у нас кто-то из них стал единиться, то когда-нибудь мы и должны дойти до состояния 1-1.